Этот фильм будет о том, как мастерская в Узбекистане занимается скульптурой. У них находится свой семейный бизнес и он находится на такой автостраде. Эта автострада очень выгодная находится и могут много проезжающих видеть работы по арбитону. Ну и как бы можно заказывать, это как эрмитаж. В эрмитаже можно заходить и смотреть, а здесь вот едешь и видишь, а тебе скучно, ты подошел и посмотрел, и что-то выбрал. Ну помимо того, что это мастерская скульптур с арбитона, то есть здесь еще выращиваются декоративные растения. А вот видите самого мастера, который реально не просто на даче что-то делает, он просто трудится и делает вот такие скульптуры. Вот такой вот олень. Вы увидели, как руками можно сделать шерсть. То есть есть отдельные фильмы, как каркасы делаются на этого оленя. То есть там много фильмов этой мастерской. И вот показывается, что готовая работа. Смотрите, какие тонкие, изящные ножки. И здесь добавляются и мышцы, и делается сразу шерсть. То есть видите, рога шикарнейшие. Просто сложнейшая работа. Это рога, потому что они имеют ветвистые, они очень сложные, много плоскостей. И к ним очень большие, высокие требования. Потому что там каркас, арматура, и все это дело надо обмазать. А вот видите, вот такой мастихинчик, которым можно сделать шерсть на этого оленя. И вот видите, техника работы, как делается шерсть. Ну, самое интересное, я бы делал бы наоборот, в другую сторону. Тогда бы она была ступенчатая. Потому что шерсть растет сверху. Ну, как бы, я стараюсь не влазить в эти дела. Но иногда меня просят, чтобы я прокомментировал. В этом случае я бы делал шерсть сверху вниз. Как бы ступенечками. Да, шерсть нависала. Потому что сложно. Ну, на принципе, работает объем. Но шерсть работает, надо сверху вниз делать. Ну, не знаю, будет ли моя подсказка, как бы, полезная. Ну, вот, суть в том, шерсть надо ступенечками поработала. И был бы объем. Ну, мне просили, как бы, комментировать. Поэтому я комментирую. Ну, не пытаюсь там что-то. То есть, работа шикарная, все нормально. Но я бы шерсть сделал сверху вниз. Это очень важно. Вот видите, она наверх идет. И получается, как бы, а шерсть, она сверху, когда уступами делает, то бы она прослаб сверху вниз бы. Ну, если шерсть, как бы, вот как она растет? Она же вот по ноге и понятно, в какую сторону волос, в такую и уступчик делает. Ну, в данном случае художник удобно так делать. Он так и делает. Ну, есть нюансы, есть технологии там свои. То есть, как удобно, как так и делается. Ну, вот видите, очень хорошая пластика, понятия, будем говорить, и объема, и сложные, тонкие работы. Видите, самое интересное, что их вот очень много. Это и медведи громадные работы, и вот здесь и птицы. То есть, на любой вкус можно, там есть и скалы сделаны, где можно эти работы устанавливать. То есть, это идет вот такая выставка продажа, и очень удобно, хорошее место. То есть, вот такая мастерская. Ну, смотрите, как вот идет работа, вот прямо на трассе. Ну, я прошу часто мастеров не только показывать обзоры, но и показывать именно, как они делают эти работы, чтобы мастера было видно. Ну, очень сложные рога, потому что бетон на жире не любит таких нагрузок. Ну, будем надеяться, что все выживет, и, ну, главное, чтобы дети не лазили на эти рога. Ну, если это стоит в каком-то там, ну, в доме, то там будут следить. Если это парковая, то очень сложно, то есть, надо хранять такие скульптуры, потому что арт-бетон – это не бронза, и у нее есть там свои требования, как бы монументальные. Ну, вот мастер высокого класса, он может делать работы и тонкие. Это, смотрите, и здесь и птицы всевозможные, и лебеди. То есть, как бы, то есть, есть заказ, и арт-бетон позволяет делать тонкие работы. Ну, вот видите, вот здесь делалось, ну, как бы это раньше делалась эта работа, то есть, здесь каркасы варились, и видите, тонкие рога. Ну, как-то, каким-то образом потом это выносится. Ну, здесь не видно, все-таки эта скульптура тяжелая, и как-то ее надо вынести. Ну, может, просто еще она, как бы, черновая, и не набрала достаточно веса, и есть шанс ее вынести, ну, там, где ее потом будет забирать кран. Ну, вот видите, здесь есть, как бы, беседка, есть много каркасов, и здесь работать со скульптурой, ну, проще, нежели чем работать на автостраде. Но вот как забирать ее, ну, пока я не видел, может, когда-то они, эта мастерская покажет, а как они оттуда выносят свои скульптуры. Ну, вот видите, эта мастерская, она сходится в Узбекистане, то есть очень трудолюбивый народ, я сам тоже родился в Киргизии, с удовольствием смотрю на своих земляков, вот видите, как идет дорога загруженная, и смотрите, сколько скульптур. То есть идет сезон, зима на разделься, и скоро будет весна, и многие захотят иметь такие скульптуры у себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok